Ну, как вы знаете, для того, чтобы искать число инверсий, нужно модифицировать сортировку слиянием. А для этого нам нужно сначала ее написать. Давайте напишем сортировку слиянием. Центральное место сортировки слиянием — это процедура сливания двух массивов отсортированных. Давайте ее напишем максимально просто. Смотрите. Давайте заведем процедуру, которая будет принимать два отсортированных массива и выдавать на выход один отсортированный. Давайте это будет private void. Нет, не void, конечно. Merge, которая принимает два массива A и B и выдает результат сливания этих двух массивов. Ну, поехали. Так, заведем две переменные — i и j. a — это будет сколько элементов мы уже взяли из первого массива, а j — сколько элементов взяли из второго массива. Теперь по очереди пытаемся положить в результат минимальный элемент. Для этого мы заведем массив с результатом. И по очереди будем класть туда элементы. Для этого... Можно теперь написать так, можно написать в for. Мы же знаем, сколько элементов положим. А, j уже нельзя. Давайте на катое место в ответ положим какой-нибудь элемент. Это либо элемент аитой, если он меньше, либо элемент бжитой, если он меньше. Может быть легкий нюанс, может одного из элементов не быть. То есть, смотрите. Напишем. Начал лучше неправильно, а потом попробуем сделать правильно. Если аитой элемент меньше, чем бжитой, то нужно положить аитой элемент. Правильно? Нужно в ответ на катое место положить аитой элемент, после чего и увеличить. А иначе нужно положить в ответ бжитый элемент и увеличить же. Я написал почти правильно, за счетом того, что вот здесь может быть, что и вышло за границей массива, поэтому вот здесь будет переполнение. Это не очень хорошо. Давайте проверим, что и не выходит за границей массива. Если и не выходит за границей массива, и при этом меньше, чем бжитой, то мы это делаем. Опять же, почти все правильно, за счет того, что жи может выйти за границей массива. Если жи вышло за границей массива, то здесь будет переполнение. Давайте проверим, что жи не выходит за границей массива. Если жи выходит за границей массива... Если жи вышло за границей массива, то можно сразу сказать, что брать нужны элементы с первого массива. Правильно? Еще раз, давайте прочитаем это целиком выражение. Смотрите. В каком случае нужно брать элементы с первого массива? Либо, если второй массив уже закончился, тогда обязательно нужно брать с первого. Больше ниоткуда. Либо, если первый массив тоже не закончился, значит и уходим. Первый и второй массив оба еще не закончились. И при этом элемент в первом массиве меньше, чем элемент в втором массиве. Логично. Давайте, пока не начали, проверим, что все это работает. Давайте этого сольем в два каких-нибудь массива. Давайте это пока все уберу. Давайте выведем. Результат мержа. Мержа. Массива. Два, пять, шесть, четырнадцать, двадцать пять. И какого-нибудь другого массива. Один, три, четыре, пять, семь, восемь. Сойдет. Так, так нельзя писать, нужно писать вот так. И здесь так же. Давайте попробуем сольем из два массива, выведем ответ. Вот видим, что у нас получился массив, который состоит из объединения этих двух массивов. При этом они отцены все равно по возрастанию. Как раз то, что надо. Продолжение следует.